Как лечить деформации грудной клетки? Я Рустам Хайлиев, таракальный хирург, пульмонолог. Если сказать о деформациях, то существует два основных типа. Это воронкообразная и киливидная деформация грудной клетки. И, к сожалению, они чаще всего имеют генетическую предрасположенность. Поэтому родители должны посмотреть в нескольких поколениях, нет ли у них родственников. Какие же основные методы лечения существуют? Всего их два. Два – это хирургические, то есть произведение операций. В 21 веке сейчас выполняется операция НАСА. Это мини-инвазивная операция с установлением титановых пластин внутри грудной клетки для того, чтобы выгибать воронкообразную деформацию. И второй метод – это альтернативный, консервативный применение ортеза. Разница в том, что оперативный метод мы используем преимущественно старше 20 лет, тогда как у детей и подростков предпочтительен метод именно вакуумной терапии. Вакуумный колкол придуман Эккардом Клобом, и он может от 4 до 20 лет совершенно безболезненно применяться как у девочек, так и у мальчиков. Колкол на грудную клетку могут устанавливать сами дети и их родители, потому что лечение длительное, и для того, чтобы не было рецидива и возврата к обратным параметрам, нужно носить его не менее полутора лет. А тереоперативное вмешательство подразвивает ношение стальных баров от 2 до 3 лет. Метод лечения выбирает только специалист, и в зависимости от показаний вам могут назначить или оперативное лечение, или ношение ортеза. Будьте здоровы!